Послушаем, что получается, когда играют все три осциллятора Немножечко увеличу громкость осциллятора номер один В принципе, это уже что-то похожее на вовл бас Хочу заметить, что бас мы получили без использования стандартных путей Типа обработки бас-линии фильтрами Хотя при использовании фильтров получается несколько более глубокий вовл Можно послушать, как бы звучал наш бас, если включить фильтр один И сделать модуляцию Пусть будет тот же самый генератор LFO5 На ноб котов, который отвечает за частоту среза Для этого выберем из списка Low Pass Filter Выбираем LFO5 И частоту ту же самую 1,12 Можем снизить резонанс И получается довольно привычный вовл бас Это, можно сказать, тот самый привычный для всех звук вовла Хотя я всегда искал что-то более интересное, нежели привычное Вернемся к нашему басу Теперь, думаю, стоит добавить Sign Shaper Для этого я выключу фильтр Потому что он уже нам сейчас не нужен Опять же, все зависит от того типа звучания, которое вы любите Лично для моего саунда Наиболее привычно слышать много дисторшена и тюба на дорожке баса В канале Insert 1 Вот этот канал Выбираем из списка S Shaper Sign Shaper Теперь мы можем услышать разницу, покрутив ручку DryVet Для меня просто настроенный драйв сейчас не так интересен Поэтому я опять модулирую эту ручку генератором низкой частоты Можно либо другим LFO, либо нашим настроенным LFO 5 Я делаю модуляцию ручки Drive В принципе, можно получить еще более интересный результат Если изменить фазу нашей модуляции Теперь можем поиграться с эффектами Нам доступны два канала эффектов FX1 и FX2 Хотя, конечно, эти эффекты мы можем наложить и в нашем секвенсоре Я бы хотел, чтобы наш бас звучал широко в стереопанораме Для этого я в канале эффектов FX1 выбираю Dimension Expander Теперь предлагаю подобрать оптимальное значение параметров Size и DryVet Немножечко подкорректирую DryVet Sign Shaper И немножечко добавлю Dynamic Expander В принципе, теперь можем попробовать наиграть какую-нибудь мелодию Предлагаю ее записать Так как тема называется Ресэмплинг басов То мы не ограничимся нашим единственным басом Я создал похожим способом еще два синта Звучат они примерно вот так Первый синт Бэйс номер два И бэйс номер три Идея Ресэмплинга заключается в том, что мы сначала сэмплируем каждый из наших басовых синтов А затем вырезаем из наших сэмплов понравившиеся части И выстраиваем из них басовую партию Этот метод мне нравится именно потому, что я могу делать сэмплами что угодно Реверсить их Ворпить, меняя тональность и так далее Теперь по порядку Как вы уже заметили, я использую секвенсор Ableton Live На его основе я и покажу, как делается ресэмплинг Для начала нам надо создать пустой аудиоканал Это можно выполнить с помощью нажатия правой кнопки мыши и выбора Insert Audio Track Либо нажатием комбинации клавиш для PC-юзеров это Ctrl-T, для Mac-юзеров это Command-T После этого в разделе Input Output в секции Audio From выбираем Resampling Это значит, что данный канал будет записывать все звуки, которые играют в данный момент Соответственно, нам надо выбрать и солировать только те звуки, которые мы хотим записать в данный момент Солирование происходит при нажатии клавиши кнопки S в микшере И нажать кнопку Arm Section Recorder в аудиоканале, где у нас стоит ресэмплинг Сейчас я засэмплирую ноту V у каждого из наших синтезаторов Первый синтезатор Солирую Второй бас И, наконец, третий бас В итоге у нас получилось три сэмпла наших басов Теперь мы можем с ними делать все, что угодно Для большей наглядности я уже добавил дабстеповую ритм-секцию Она звучит примерно вот так Теперь начнем наши эксперименты Наш сэмплированный аудиоканал У нас есть на данный момент три баса Три сэмплированных баса Переносим их в режим Arrange View И сейчас будем начинать наши эксперименты Сначала по порядку их добавим и послушаем, что получится Выровняю громкости Это, естественно, еще не финальная версия, что получится В итоге у нас должно получиться что-то вроде такой басовой партии Как вы заметили, у меня здесь добавлена партия баса, которую я сделал на симплере Звучит примерно вот так Я выставил параметр Glide равный 882 миллисекундам И можно добиться интересных результатов просто экспериментируя Я сделал примерно вот такой вот бас Сюда также можно добавить, к примеру, автофильтр Сделать какую-либо автоматизацию Ну что-то в этом роде получается Можно еще более интересно изменять нашу басовую партию Только что пришла идея Вот в эту часть Я ее вырезал Методом выделения фрагмента, который нам нужно вырезать И нажатие комбинации клавиш Ctrl-E на PC Либо Command-E для Mac-юзеров Попробую транспонировать на октаву выше Вот что получается Еще один интересный прием Изменяя автоматизацию транспонирования Можно получить вот такой вот результат Тоже что-то вроде Glide В этом видео я рассказал вам о методе ресэмплинга бас-линии Его я часто использую в своих треках Так как он помогает добиться очень хороших результатов И разнообразной бас-линии В следующих видео я планирую рассказать о сведении, эквализации И других не менее важных вопросов Если вас интересует какая-либо из техник Присылайте свои предложения на имейл-адрес Academy at accessismusic.com Спасибо за внимание Hasta luego